Лабораторная диагностика Генеральный директор лаборатории LabQuest Юрист по образованию, MBA, но имеющий 20-летний опыт в лабораторной диагностике Здравствуйте, Дарья Львовна Здравствуйте, Сергей Валерьевич, здравствуйте всем Во-первых, я хотел бы поблагодарить вас, что вы согласились на интервью Потому что в моей практике основатели лаборатории очень не любят давать какие-то развернутые интервью Я уж не знаю почему, отрасль достаточно закрыта И у нас сегодня практически эксклюзивный материал И мы имеем возможность задать вопросы Что же происходит с этим очень крупным сегментом в нашей коммерческой медицине Ну, начну я, наверное, с такого вопроса Лаборатория LabQuest образовалась в 2016 году, правильно? В 2017 начали работать, в 2016 юрлицо организовали, да По документам в 2016 Это уже достаточно сформированный рынок был на тот момент И было много федеральных игроков Что же вас повергло в уверенность, что вы займете какую-то нишу на рынке? Расскажите вообще про историю компании И как произошло то, что вы создали в AppQuest? Про историю компании хочется что-нибудь процитировать из Библии Про Кавина, и я не сторож брата твоего На самом деле, Сергей, компания создалась Даже я бы так сказала, не создалась, а родилась Все, кто давно меня знают, говорили про то, что это был моим пятым ребенком У компании LabQuest была мама, был папа И мне кажется, что, в общем-то, все предвещало, чтобы родился вполне счастливый игрок Рынка лабораторной диагностики Мне очень нравилось этим заниматься Моя команда и я, мы развивали до этого другой бренд Но в саму лабораторную производственную часть не погружались В основном занимались маркетингом, продажами и так далее Мне это очень нравилось Я действительно по образованию юриста На самом деле, не дай бог обидеть никаких юристов Я считаю, что все-таки юрист это так профессия Только если ты выдающийся юрист Юристом может стать кто угодно А вот там биотехнологом, врачом и так далее Это прямо такая особая когорта, каста И очень хотелось к ней прикоснуться Я мечтала стать биологом И, конечно, этот ребенок, который родился, мне кажется, будет удачливым Поступит в какой-нибудь физтех То есть вас сподвигла команда, по большому счету Вера в себя и желание прикоснуться к управлению крупным медицинским бизнесом Сергей, ну, наверное, не только это Потому что, скажу честно, я наблюдала за рынком лабораторной диагностики И мне казалось, что он достаточно скучный В общем-то и сейчас мне кажется, что он достаточно скучный То есть, знаете, там были игроки Тогда появлялись дудо-пиццы с каким-то странным интересным маркетингом и так далее И казалось, ну вот-вот здорово Кто-то раз выстрелит И благодаря своей инициативе, активности, любви к пациентам К какому-то интересному продукту сделать что-то новое Понятно, что есть лидер рынка И мы очень благодарны этому лидеру Потому что он, в принципе, вывел эту историю в розницу А Томфорд, как известно, не изобретал автомобиль Стал основоположником этой отрасли То есть, веселой компанией всегда есть место на рынке Можно так сказать? Веселой? Нет, я бы, наверное, сказала проактивной и профессиональной Я очень рада Как собрать такую команду? Как собрать такую команду? Особенно в стартапе, когда еще нет, наверное, каких-то больших зарплат Красивых офисов Есть только идея Как собрать вокруг себя людей, которые могут двинуть тебя вперед? Ну, это очень сложный вопрос По поводу команды Команду собрать сложно Потому что ты эволюционируешь И тебе все время кажется, что те люди, которые рядом с тобой Либо они должны эволюционировать Так же, как и ты Но с другой стороны, очень важно, чтобы в компании были разные люди Для того, чтобы она действительно играла Очень важно себя удержать от вот этого соблазна Подбирать людей под себя Они должны быть разные И они должны уважительно относиться к тебе И друг к другу Вот это важно Бывает так, что ты берешь профессионалов Ну, в силу каких-то, не знаю, обстоятельств Ну, не уважают Вот они все это чувствуешь, это неуважение Не надо с ними работать Даже если они суперпрофессионалы Очень важно, чтобы человек, который находился на той или иной должности Он все-таки хотел что-то сделать Не только ради денег Но и ради того, что ему А, нравится то, что делает компания И та идея, да, вот Не люблю слово миссия Но вот некая идея, философия То, что, интенция То, что движет Вот это было близко Вот вы сказали И хотелось Упомянули слово деньги Да, деньги Когда начинаешь новый бизнес Инвестиции тоже очень важно Вот инвестор должен быть частью команды Ну, у нашего ребенка Был период детского дома Да, то есть Как-то сами справились Но мы, нет, нет Мы его вовремя забрали Вот И у него снова появились родители Что касается инвестиций Я думаю так Что вот Очень важно Мне, как основателю Идеологу Одному из основателей Общаться Привлекая деньги С теми С кем тебе нравится разговаривать И с кем ты хочешь разговаривать на одном языке И для кого ты хочешь что-то сделать Вот дядя с финансовым мешком Какие-то знания Это не тот человек Да И очень важно Что ты Там отчитываешься Не перед Людьми Которые ничего в этом не понимают Да А перед людьми С которыми может быть Какой-то Грамотный Профессиональный диалог Эти люди могут быть разные По характеру По эмоциям И так далее Но тем не менее Это свои люди Да Вот для меня Это люди Которые мы оказываем эти услуги Как ни странно То есть пациенты Мы сейчас Например Вводим такую услугу Как Подписка Да Это часть инвестиций По сути дела Со стороны пациентов Вот это вот Более серьезная история И более интересная Привлечь такие инвестиции Чем Привлечь Тех людей У которых есть деньги Они думают В какой рынок вложить На самом деле В этом нет ничего Сложного Если ты хочешь Привести инвестиции Ты их приведешь У нас был такой опыт И Он оказался неудачным Это были большие грабли Которые стукнули мне по голове Один раз И я надеюсь Что Я даже не хочу говорить Про то Что это был опыт Это были Просто Выводы И понимание Того Что важно Все-таки Всегда Между деньгами И Качеством Услуг Между тем продуктом Который ты хочешь дать Между тем видением Которое ты хочешь Чтобы было У тех людей Для которых ты это делаешь Выбирать вот это То есть Вот это важно Возвращаясь К оценке рынка Лабораторной диагностики Как он себя чувствует Есть такие данные Что В 2022 году Количество тестов Изменится на 10% Вниз В сравнении С предыдущим годом Меньше ковида В целом Количество исследований Будет меньше А восстановится он И даже чуть-чуть Превысит 2021 год Ток К 2025 году И составит 347 миллионов Это данные Бизнес-стата Как Совпадает ли это С вашей оценкой Состояние рынка И что вы об этом думаете Рынок лабораторной диагностики Всегда был Сильно Недооценен Как профессионалами Так и в принципе В деньгах Почему это происходило Потому что Как я уже сказала Проще всего Не проще Для нас Вызов Это популяризировать Лабораторную диагностику Общаться с пациентом И рассказывать Что значит Лабораторная диагностика Что благодаря 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 Диагностике Можно поставить Диагноз И так далее Я это Отвечаю Как раз На ваш вопрос Все-таки Он всегда Был меньше Чем мог бы быть Рынок Лабораторной диагностики Потому что Как правило Это всегда Топ-100 Анализов Остальные 2000 тестов Они заказываются Единично О них никто Не хочет слышать Знать Ты идешь К врачам Слово Это в России Только так Или в целом В медицине В мире Проводились Такие исследования Я думаю Что все-таки Из-за того Что мы понимаем Что вот эти новые Исследования Они приходят И новые технологии Они все-таки Приходят Оттуда Не из России Или то Что мы Вот слышали Последнее время Они приходили оттуда Все-таки там Видимо Они имеют Некий спрос Но с другой стороны Сам сервис Лабораторной диагностики В России Он гораздо более Комфортный Для пациента Чем где-либо Один из самых Продвинутых В мире На мой взгляд Абсолютно Согласна Абсолютно Согласна Но с другой стороны Они привыкли Работать с врачами И даже там Для небольшого спроса Рождать Какое-то предложение Да У нас К сожалению Все это время Благодаря там Этой Аля Рыночной экономики Действительно Все поднимали Только Ну Не было повода Для того Чтобы обучаться Не было повода Чтобы создавать Его действительно Не было Сейчас появился Такой повод И я очень рада Необходимость Но тем не менее Я уже говорила Например Про рынок ПЦР В России Он появился Благодаря энтузиастам Да И вот он вырос И вы все узнали Что есть ПЦР Благодаря ковиду Ну ПЦР и ковид То есть ПЦР Это вся урогенитальная инфекция Это урви инфекции Все различные Да Об этом никто не знает И я уверена Сейчас каждый второй Человек на улице Скажет Что ПЦР Это тест на ковид И вот Вот это Важно доносить Все-таки Прежде всего Для людей До людей До пациентов Говорить им о том Какая разная Лабораторная диагностика Может быть С врачами тоже важно Работать Но вот когда мы Начали работать С врачами Мы столкнулись с тем Что мы приходим В клинику И там говорят Слушайте Ну что вы нам говорите Вот у нас тут В медицинской информационной системе Зашито Что нам заказывать Мы будем заказывать А нам все остальное Там Это не очень важно Да А ДМС вообще Нам оплачивает Вот столько Поэтому мы ничего Больше заказывать не будем Не было вот этого желания И этого познавать Среди кого Это пожелание Родиться Да Очень хотелось бы Чтобы это все-таки Профессиональное сообщество Как-то Рождало Вот эту необходимость В разных Диагностике Да В диагностике В лабораторной диагностике Более глубоко Разбираться Назначать Правильные исследования Более полные Или наоборот Какое-то одно Которое сразу же Там даст ответ Вы даже Можно сказать Ответили на один из моих вопросов Который я подготовил Он падает чуть позже Есть такое убеждение Что все лаборатории Одинаковые Вы можете Ну вы в принципе Уже развили этот миф То есть есть те Которые развивают рынок И которые живут на топ-сток И более ничего не нужно Я считаю Что в продуктовом плане Сергей Нужно этот рынок создавать Он вообще стоит Вот на Уровне Динозавров То есть это еще Вот такой динозавр Ему возможно еще Предстоит умереть Вновь воскресность Потому что Извините Но все ринулись Зарабатывать Вот эти деньги Даже вот то Что произошло после ковида И во времена ковида Об этом говорит Новые игроки на рынке Начали заявлять Что они сейчас Будут создавать лаборатории Разбрасывать свои Сети И так далее То есть это о чем говорит Причем некоторые из них Даже зрелые Да игроки Вот они начали Открывать там Через каждые 100 метров Свои лабораторные точки Это говорит о том Что желание этих игроков Заработать деньги Вот в какой-то кипиш Понимаете А не Развить продукт А продукт Лабораторной диагностики Это очень интересная история Вот я рада как раз Еще вот говоря о команде Да Я очень рада Что у нас в команде Очень много продуктологов Интересных продуктологов Которые развивают продукт Да И в том числе Могут Вот жить с этой реальностью Которую сейчас происходит Там нет аллергологии Там западной Да Проблемы с поставками Нашли поставщиков Заключили партнерство Вели совершенно не худшую Аллергологию российскую Да еще и дешевую Там и так далее Поэтому я думаю Что Разность Игроков Она очевидна И все-таки Вот даже Некоторые инвесторы Которые приходят к нам Как франчези Это второй способ Да Привлекать деньги Это небольших Каких-то себе Искать Партнеров Которых найти Очень сложно С которыми Ты дышишь Там Одинаково Да А Вот В виде франчези Да Тех людей Которые готовы Открыть Одну Две Три точки Многие из них Были пациентами Лабквеста Вначале То есть Они зашли в офис Они получили услугу И они захотели Вложить в это деньги Вот это Очень ценно Ну может еще расскажете Какие-то продукты Интересные Лабквесте Про аллергию Которая была Обновлена Сейчас Линейка Я услышал Но может было Что-то еще интересное Может в ковидные времена Из того Из тех примеров Когда работала Скажем так Чайческая мысль Быстрее Чем Чайческая мысль Рождался спрос Да Когда его Нужно было Формировать Таких На самом деле Продуктов Достаточно Много С одной стороны Да Поэтому даже Те наработки Которые у нас До этого были Сейчас Начиная о них Более Широко Рассказывать Мы Будем говорить Как будто Про что-то новое Хотя это уже Как бы было Внедрено Да Например Вместе с ковидом У нас есть линейка По всем Урви То есть Урви панель И по этому Москву Можно понять Вообще Чем ты болеешь Гриппом А Б Коронавирусами Сезонными И так далее У меня например Мои дети Переболели сезонным Коронавирусом В сезон коронавируса Не девятнадцатым Ковидом Да А вот Коронавирусом Сезонным Я знаю про это исследование И Рассказываю Например моим друзьям Недавно буквально Рассказываю Все просто восхищены Какой он класс Но никто про него Почему-то не знал Это наше упущение Да Я считаю Что здесь большой потенциал И рассказывать об этом И продвигать Потому что действительно Очень интересный продукт Удобный Все зависит от людей И полезный С точки зрения Врачебного сопровождения Да Но Вот я Кстати Тут вот две Ремарки Первая Это то что С точки зрения Врачебного сообщества Я когда Об этом Тесте Говорила Каким-то педиатрам С моих Детей С половиной Рассталась Из педиатров Потому что они сказали Нам этот тест не нужен У ребенка температура Три дня Мы даем антибиотик Поэтому никакие тесты Ваши Вы С ними Нам мозги Пожалуйста Не засоряйте нам Вот этой всей Ненужной информацией Да Это одна Ремарка А вторая Это то что Люди очень важные Вот у нас сейчас Пришел хороший человек Специалист По пиар И мы начали Активно Наши тесты Продвигать И об этом Стали узнавать Я надеюсь Про ОРВИ Про это тоже Будут люди узнавать Кстати В ПЦР Есть еще кишечная панель Вот у меня Недавно Младший ребенок Заболел какой-то кишечкой Для младшего ребенка Очень важно Это понимать Например Я ее привела От ротовируса А я не знаю Это ротовирус Странно Почему прививка Не сработала Оказалось Что у нее Другой вирус Он очень Слабый Сутки температура И все Я понимаю Что мне ничего Не нужно ждать У нее все пройдет Лечить особо не надо Просто выпавишь И все Для меня Это уже Как для мамы Повод действовать Я понимаю Что я сейчас Конечно могу Обижать Каких-то врачей Которые считают Что все Лечение нужно Получать от них Но здесь Я очень надеюсь Именно на взаимопонимание С ними Что все эти тесты Панели Они нужны И тогда мы Действительно Будем работать Вместе Врачи лабораторные Теогнозы О чем я мечтаю Когда врач Лабораторной Диагностики С врачом Клиницистом Экспертом Консириумно Решает вопрос Пациента Потому что Здесь Очень важная Составляющая В лабораторной Диагностике Очень важная Составляющая Они дополняют Друг друга Но мы должны Все-таки Прийти к мысли Что В большинстве случаев Один без другого Существовать не может А в лабораторной Диагностике В медицинских Институтах Извините Но Их этому Не обучают И все Что у них есть Это их опыт Даже у терапевта А их опыт Порой Очень часто Это медицинская Информационная Система Которая стоит У них на компьютере Когда они приходят После института Вот и все То есть Продолжая все-таки Тему Про новые продукты Мы ожидаем Все-таки Мы ожидаем Специалисты ожидают Приход Новой волны Коронавируса Нового Подвида Омикрона Лаборатория Будут готовы К диагностике И надо ли Вообще Диагностировать Если Считается Что Легко Переносимая Форма Может быть И не надо На это Обращать внимание Какая позиция Позиция Врачей Я сразу хочу Сказать Что Лабквест Сейчас Как раз Именно для того Чтобы быть больше Чем лаборатории Развивает Кью-клинику И У нас Есть Терапевты И другие Врачи Которые Очень хорошо Разбираются Именно в Лабораторной Диагностике Это первый момент Второй момент Мы даже Когда проводили Первые исследования Омикрона Дельты Отличать Еще пока Даже Вот эти Штаммы Омикрона Не умели Различать Просто Омикрона Дельты Мы Проводили Семинар В одном Из наших Проектах И На этом Семинаре Выступал Очень важный Человек Терапевт Глава Ассоциации Какой-то Есть записи И он Очень подробно Рассказал Чем отличаются Как раз И вакцины Как на разные Штаммы Реагируют Для думающих Врачей Это важно И конечно Поскольку В лабквесте Думающие врачи Для нас тоже важно Определять Они получат Нужный Инструментарий Есть Нужный Инструментарий Уже Есть Зарегистрированная Т-система Которая Есть Уже У нас И мы Готовы Определять Штаммы Омикрона Более того Вот этот Первый Штамм Он был Легкий Второй Штамм Он уже Больше Похож На Дельту И Также Вызывает Пневмонию И так далее Поэтому Важно Различать Перейдем Еще На одну Тему Очень Сложную Отношение Лаборатории С государством Вот Как оно Строилось В ковидный Период Как оно Строится Сейчас Есть ли Поддержка Лаборатория Есть ли Конкуренция С государственными Лабораториями Или наоборот Есть какая-то Синергия Все-таки Мы должны Признать Что достаточно Большее Количество Наверное Тестов Все-таки Выполняется В государственных Лабораториях Согласитесь Вы Не знаю С этим Или нет Да Конечно Воглашусь Много Тестов И как Строится Взаимодействие Коммерческой Лаборатории Современной С государственными Структурами Широкий Вопрос Выберите Какой-то Интересный Кусок И давайте С него Начнем Хорошо Начнем Наверное С взаимодействия В эпоху Ковида Я скажу Что достаточно В Москве Было Взаимодействие Продуктивно То есть Не постеснялись Обратиться К коммерческим Лабораториям Привлечь Их К помощи И привлекли Есть Свои Нюансы Например В последнюю Волну Мы Выдавая Положительные Результаты А их Было Много Получили Отказ Государственных Учреждений Работать Под них Уже Была Закуплена Реагентика И так далее И они нам Говорили Что Мы бы были рады И все Нам нравится Но что-то У вас Много положительных Результатов А я уверена В своей лаборатории Уверена В наборах Которые мы используем Более того У нас в лаборатории Есть абсолютно Четкий Технологический Регламент Когда мы Положительный Результат Выдаем После Двойной Валидации То есть Мы делаем На одном наборе Если там есть Положительное Это ваш внутренний Стандарт Это наш внутренний Стандарт Потому что Мы понимаем Опять же Это такое Некое Человеколюбие В ущерб Нашей экономике Мы понимаем Насколько тяжело Особенно У тебя большая семья Получить Положительный тест Или ты куда-то уезжаешь Там и так далее Вот Поэтому Но тем не менее У нас тем Выходило большое количество Положительных результатов И от нас Постепенно Вот эти вот Государственные клиники Начали Отказываться И обращаться В государственную Лабораторию И я написала Письмо О том Что В ДЗМ Руководителю О том Что Слушайте Ну мы как бы Под вас закупились Давайте вы как-то Все-таки Ну с нами Посотрудничайте Мы же честная Лаборатория Но пока Не получила на него Ответа Но тем не менее В общем и целом Могло бы быть И хуже Но диалог Взаимодействие Да Диалог есть Вот Что касается Того Как предоставляются Эти услуги В Пациентам Населению Да Но Вот вы знаете Здесь Такой момент Все зависит Тоже От персонали В зависимости от того Кто придет И с какими Намерениями Управлять Этим процессом В государство Мне очень хочется Верить в государство И очень хочется Верить в то Что Там есть Благие намерения Я знаю Что есть люди У которых Они есть Но Профессионала В лабораторной Диагностике В государственных Учреждениях Мне не встречалось Так или иначе Они Они превращались В Там Неких Посредников Между Какими-то Более крупными Частными Там Группировками И государством То есть Некими такими Посредниками Становились Поэтому Это первый момент Второй момент Если бы государство Захотело Это действительно Развить И предложить Все это Можно было бы Сделать без Без всяких Централизаций Это вот Мое глубокое Убеждение Для этого Не нужны Были бы Никакие Вот эти Замечательные Там Приправительственные И так далее Структуры Для того Чтобы сказать Что мы сейчас Вам все Централизуем И все будет Хорошо Это вовсе Не нужно было бы Для этого Не так много денег Нужно покупать Нужно покупать Какое-то дорогостоящее Оборудование И так далее Главное Хорошо И правильно Договориться Действительно С поставщиками Вот за это Можно заплатить За некий Консалтинг Профессионалам Но организовать Это все Можно Когда это Случится Возможно Часть хлеба У частных Лабораторий Пропадет Но С другой стороны Именно поэтому Например Лабквест Уходит И перестает быть Только лаборатория Мы все-таки Хотим Работать с людьми Которым важно Эффективный Быстрый путь К лечению К диагностике Быстрый результат Который экономит Свое время Которые Слушают нас И хотят слышать Где-то в телемедицинскую Консультацию С нами Войти в коммуникацию Прийти очно И так далее То есть Быстрый Эффективный Они готовы Именно за это Заплатить деньги Понимая Что это Они могут получить Например И бесплатно В государственных Учреждениях Но пока Я думаю Что Не совсем Доступен Профессиональный Сервис Лабораторный В государственных Учреждениях Перейдем К вопросу Который Был В инфолентах Всех Крупных Изданий Буквально Некоторое Время Назад И все Это обсуждали О том Что в стране Закончатся Реагенты И Я знаю Вы комментировали Несколько Статей Можете Описать Что же Все-таки Происходит С реагентами Какие Преспективы Так ли Это на самом Деле Что Поставщики Глобальные Уходят Из России Этот Очень важный Вопрос Для индустрии В целом Как государственной Так и для частной Ну Вот смотрите Сейчас На той стадии На которой Находится Наша Специальная Военная Операция Мы Не лишены Возможности Получать Из-за рубежа Медицинские Препараты В том числе Реагенты И так далее Но я думаю Что по мере Наших побед Возможно Ситуация Изменится И все должны Быть к этому Готовы И в лаборатории Лапест Мы действительно К этому Готовимся К разному Развитию Ситуации На данный момент Есть перебой Например С поставками Тех Вендоров Которые У которых Логистические пути Идут через Германию Там Есть особые Требования Там и так далее И вот там Застряли определенные Грузы Большое спасибо Нашим Партнерам Которые нам Поставляют Эти Реагенты И так далее В общем Они стараются Делают И я с ними С руководством Нахожусь в коммуникации И пока У нас все хорошо Вот с оборудованием У нас идет расширение Лаборатория сейчас И мы Не все Оборудование Которые должны были Получить Еще получили И ждем Вот в июле Там поставки Нам обещают Оборудование Ну вот Посмотрим Часть Все-таки Медицинских Компаний Отказались Работать Сами По своей Инициативе Хотя Санкции Их не касались И здесь мы Ищем Возможные Пути Решения То есть Привлекаем Российских Поставщиков И так далее Водим Другие Виды Исследований Но таких Очень мало То есть У нас Не встало Ничего Вот была Проблема С аллергологией Но опять же Весь рынок Был приучен Работать На западных Реагентах Западной Аллергологии Точно так же Как когда-то По ПЦР Все тоже Работали В 10 раз дороже Покупали Западный Реагент Сейчас Их практически Не осталось Все работают На супер Эффективных Недорогих Российских Производителях Точно так же Сейчас например Будет происходить С аллергологии То есть Раньше Раньше Не было Пути Высунуть Голову Этим Производителям Сейчас Этот Путь Есть Слава Богу И Мы Будем Пытаться Сохранять Эти Линейки То есть Мы будем Иметь Российские Аналоги И мы Будем иметь Западные Аналоги Да Они Выше По стоимости Но тем Не менее Кстати Здесь Очень важно Сказать Что Вот в этот Момент Неопределенности Когда все Были Наверное В шоковом Состоянии Лидеры Рынка Лабораторной Диагностики Сыграли Очень Плохую Роль В работе С поставщиками То есть Они Настолько Их Раздраконили Своей Потребностью Что-то Закупить На склад Что Те Вовышали Сцены Там В два Три Раза И в результате Потом Все удивлялись А как Это Там Лаборатория Лабквест Отказывается Покупать По ценам В два Раза Выше Мы Эту Историю Переждали Цены Все Опустились Вниз Тем более Есть Ограниченный Срок годности Ограниченный Срок годности Набрать нам Много лет Вперед Его нет Я не понимаю Как работают Их закупщики Вот это Вопрос О команде О профессионалах И так далее То есть Вместо Того Чтобы Выйти В какую-то Коммуникацию Это вовсе Не сговор Какой-то На рынке Ничего Это работа Коммерческих Компаний С коммерческими Компаниями Зачем нужно было Там В коммерческих Компаниях Бежать Быстрее Закупать В результате Вот Ну Они пострадали Экономически Всем подняли Цены Пациентам В том числе Потому что Закупили Кучу реагентов По дорогим ценам Мы ситуацию Переждали Я считаю Что у нас Достаточно Хорошая Хорошо Поставлена Логистика Сейчас у нас Есть Изменения По ценам От поставщиков Западных Где-то Такие же Цены Где-то Не более Чем на 10% У нас Идет повышение То есть Вполне Мы там Можем Пожертвовав Нашей маржинальностью Не повышать Цены Например Нашим клиентам При этом Очень важно Тоже сказать Что Ключевые Вендоры С которыми Мы работаем Они тоже Нас не подводили В поставках И в ценах Это очень Для вас Важные Цены Я Вот Даже Хотела бы Поблагодарить Компанию Эбот Они Себя ведут Очень порядочно В этой ситуации Американская Компания Да Или С Американскими Компаниями Да Глобальная Компания Они молодцы Они молодцы Да И другие Наши поставщики Компании УМБ Кстати Вот Тоже Себя Очень хорошо Проявила Очень благодарна Генеральному Директору Вот Поэтому Мы Вот Просто Тесно Сотрудничаем И когда Нужно Мы это Делаем Спокойно И Вот Работаем Ради Наших Клиентов Без Суеты Как я услышал Основной Путь Это Поиск Новых Логистических Решений Да Так же Как Во многих Компаниях Конечно Конечно Поиск Логистических Решений Кроме Замещения В России Задумываемся В холдинге О том Чтобы Торгу Развивать Направление Вообще Поставок Действительно Там Под медицину Возможно Потому что Действительно Рынок Большой И так Вот Получается Что Все остались Завязанными На нескольких Игроков И нет Никаких Возможностей Как-то Быстро Переключиться Допустим Да Поэтому Всегда Нужно Иметь Альтернативных Вариантов Два То есть Вот Есть Один Одна Проторенная Дорога Но Мы Всегда Готовимся К тому Чтобы У нас Было Еще Каких-то Два Запасных Пути Куда Мы Перейдем В случае Если Что-то Пойдет Не так Вот Азиатское Направление Перспективно Я могу Так Сказать Вот У нас В ПЦР Лаборатории Стоит Часть Оборудования Ну Амплификаторы Они российские Большинство Амплификаторов Российское Но есть То оборудование Вспомогательное Которое Помогает Лаборатории Быстрее Просто Результаты Выдавать Да Например Там Автоматические Станции Раскапывания Они есть Европейских Производителей Есть Китайских Производителей Еще До всей Этой Истории Мы убедились В том Что китайские Производители Работают Гораздо Более Выносливее Они Не такие Капризные Но и они Работают Они пашут Вот И производители И приборы Да И производители И приборы В результате Вот мы довольны Вот этим Направлением Да Как Как Например Китайские Производители Будут Составлять Конкуренцию Эботу Рош Симитсу Пока сложно Сказать Пока Те переговоры Которые Непонятно Почему Когда Вообще Вся регистрация Встала Тогда Когда нужно Бежать И регистрировать Российские Аналоги И так далее Никто Ничего Не мог Сделать В общем Она разрулилась По-моему Прямо В ближайшие Дни Вот Недавно Вот Вот Эта Вся История Она Конечно Мы Смотрим Да Смотрим На азиатский Рынок Индусы Тоже В принципе Я думаю Что Могут Что-то Прилагать Особенно То что касается Каких-то Наушных Биотехнологических Решений И так далее Они тоже В этом Сильные Ну и Завершение Такой вопрос Какие Основные Все-таки Суммируя Все что Было сказано Суммируя Главные Приоритеты Лаборатории Сейчас Как бы Вы сформулировали Для вашей Лаборатории И в целом По рынку Например В целом По рынку Для нашей Лаборатории Главное Сейчас Работать Без перебоев Для наших Клиентов Поэтому Как бы Не хотелось Бежать В сторону Развития Новых Продуктов И так далее Приоритет Вот на данный Конкретный Момент На данные Конкретные Месяцы Это Этот Приоритет Поэтому Это Первая История И мы В принципе С ней Успешно Справляемся Достаточно Приземленные Если говорить О том С какими Продуктами Мы сейчас Собираемся Выходить Как я уже Сказала Что это Кью-клиник То есть Это клиника Дивы Мы вот сейчас Вот-вот Ее будем Презентовать Это Больше чем Лаборатория Это новый Формат И это Не совсем Медицинский Центр Это то Что позволит Решить Клиенту Эффективно Свои вопросы Со здоровьем Это Развитие IT-технологий Безусловно Потому что Вот Говоря о том Что все Лаборатории Одинаковые Мы Говорим Мы понимаем Что Чем можно Выделиться Помимо Сервиса А сервис Всегда Можно Сделать Еще Лучше Был Директор По клиентскому Сервису Взял Другого Директора По клиентскому Сервису Он стал Работать Лучше Потом Еще Еще Нет Там Пределов Совершенства Выстраивать Этот клиентский Сервис А вот IT-технологии В этом Сила Безусловно Поэтому Мы наращиваем И уже Нарастили Свой потенциал В IT У нас Есть Прямо Очень Четкий План Куда мы Идем В плане Продуктов Внутренних Нашей компании Опять же Чтобы избежать Зависимости От кого-либо В компании LabQuest Более того Это прежде всего Ориентировано Опять на пациентов И на наших клиентов Медицинских центров Мы идем За партнерствами За партнерствами С корпоративными Клиентами И так далее То есть Это не Партнерство Когда ты ищешь Там себе Привлечение денег Акционеров Там И так далее Да А это Вот взаимовыгодные Истории Которые нам Как лаборатории И нашему сервису Терапевтическому Да Важно И Синергия С нашими Медицинскими Центрами С нашими партнерами Корпоративными Клиентами Вот за тем будущим Мы сейчас должны Сплачиваться В этом тенденция И я считаю Что LabQuest Должен прилагать Много таких Решений На рынке Взаимопомощи Ну мне кажется Это Отличный финал Нашего интервью Такой Очень Вдохновляющий Это развернутый Ответ Со стороны основателей Я могу дать Еще более Мне кажется Это очень Точный И вдохновляющий Дарья Любовна Спасибо за то Что пришли На наше интервью Вот Мне кажется Было очень интересно Сергей Валерьевич Спасибо вам Что вы меня Пригласили Я очень это ценю Приходите к нам Еще Хорошо Уважаемые телезрители Ждем вас На следующих Передачах Следующая Будет уже В этот четверг Очень интересная Тема Про HR При открытии Клиник Всего доброго Спасибо за субтитры